Я включил. Добрый вечер. У нас через неделю, даже раньше, будет праздник Тубишват. То, что я буду говорить, это из книги Рава Уришерки. Книга называется «Одмуэт». Она посвящена праздникам, еврейскому календарю. Ее можно приобрести на сайте. Натан выставит линк и, естественно, книжка на иврите. Итак, праздник Тубишват – это Новый год плодовых деревьев. И главным обычаем этого праздника является то, что мы едим фрукты. И это нас сразу переносит в самое начало книги «Берешит» в райский сад, где Адам, вокруг него деревья, и он съедает плод, как раз не тот. И это вызывает всю историю, и в результате чего все мы находимся там, где мы находимся сейчас. И, казалось бы, поскольку причина всех страданий человечества на протяжении всей истории, ее корень лежит как раз в том, что Адам съел вот этот плод, древо познания добра и зла, мы должны были бы стесняться того, что мы едим плоды. Но, тем не менее, каббалисты Цфата в Средневековье установили именно это как праздник, и как главный обычай праздника – вкушение фруктов, вкушение плодов, плодовых деревьев. И надо так понимать, что как раз вот это вкушение фруктов – это символическое исправление греха Адама. И, по большому счету, все еврейские праздники года можно спроецировать, найти в них какую-то параллель вот с самым корневым сюжетом Торы. Например, собственно, Роша-Шана – это тот день, в который Адам съел этот плод. Это тот день, в котором его Ашем судят за то, что он съел этот плод. Поэтому Роша-Шана – это день суда. Следующий праздник – Йом-Кипу-Рим, когда евреи просто не едят, не едят ничего вообще. И можно понять, что это уже Адам совершает шубу. После того, как он задумался над тем, что он сделал, он не ест, какое-то время он выдерживает пост. Следующий праздник – это Суккот. И там, по одному из вариантов, плод древопознания – это Этрок. И поэтому праздник связан с тем, что человек держит этот плод, держит его, смотрит на него, то есть прикасается к нему. Там же была тема, что можно или нельзя прикасаться, но не ест его ни в коем случае. То есть он выдерживает то, что он может его созерцать и касаться, но не съесть. И дальше, в итоге, мы приходим к Тубешвату, когда уже, собственно, весь праздник сконцентрирован на том, что мы едим, собственно, плоды и этим исправляем то, что сделал Адам. То есть теперь это уже можно. И мы едим, естественно, есть ряд комментариев, что те плоды, что мы едим, они символические именно плоды древопознания добра и зла. Ну, во-первых, там есть ряд Итрок, я уже сказал, есть ряд вариантов, что это был за плод. Есть еще виноград, пшеница, инжир. И все это мы, естественно, едим в Тубешват. Но если задуматься, в чем, собственно, состоял, в чем проблема вот этого плода древопознания добра и зла, и как мы это исправляем. Проблема в том, что добро и зло смешаны. И после того, как лада до познания, это, собственно, есть соединение. И после того, как Адам съел этот плод, в том мире, в который потом превратился Ганеден, или в котором мы теперь все живем, добро и зло смешаны. И в этом главная проблема, что нет ничего абсолютно хорошего, абсолютно плохого. Человек хочет совершать хорошие действия, и у него ничего не получается, потому что там даже если он сделает абсолютно хорошие действия, в корне этого действия есть какое-то семя его желания получить за эту награду. Желание получать, которое лежит в корне всего творения. И наоборот, самые плохие действия, как сказано в конце, после окончательного исправления, все осознанные плохие действия, они превратятся в хорошие, в заслуги. И в этом состоит сложность всего пути исправления, что человеку нужно взвесить во всех действиях, которые он делает, во всех плодах, которые он ест, чего там больше хорошего или плохого. И символически на трапезе Тубешвата мы делим плоды на три категории. То есть мы разделяем плод от клепы. То есть вот это зло, оно называется клепа, то есть скорлупа, которая сохраняет плод. С одной стороны, мы эту клепу выкидываем, от нее отказываемся. С другой стороны, она необходима на каком-то этапе, чтобы сохранить ту ценность, которую она в себе несет. И по соотношению клепы и самого плода, плоды, которые мы едим на Сэддерит Тубешват, мы делим на три категории. Значит, первая категория, и они соответствуют трем мирам, брия и всероссия. Первая категория, соответствующая миру Осия, это вот то, как мы видим мир. То есть мы видим материальный мир, мы не видим здесь, собственно, никакой духовности, видим, по сути, одну клепу. И есть такие плоды, у которых снаружи клепа, снаружи то, что мы должны расколоть и выкинуть. И это, например, орехи. Орехи, там еще гранат, где тоже выкидывается кожура, а то, что внутри мы съедаем. И это вот наш мир, так выглядит. Следующий вид плодов, соответствующий миру ЕЦРА, это который выглядит хорошо у них снаружи. То, что мы едим, то, что мы употребляем, а внутри у них находится клепа, косточка, которую мы выкидываем. Это, например, финики и маслины. Это уже такой более духовный мир, где все мы видим хорошим, но все-таки там в корне находится какое-то зло. И самый высший вид плодов, плоды, соответствующие миру БРИЯ, это плоды, которые съедаются полностью. Это, например, инжир или кишмиш, виноград без косточек. Это вот то, как проявляется то, что мы разделяем на добро и зло. И этим символически исправляем, едим плод, древо познания добра и зла, но уже в правильном режиме. Так что в этом нет греха, в этом есть исправление. Но нужно разобраться вообще, что такое есть, что такое еда. И с этим мы сталкиваемся в самом начале книги Берешит, когда Всевышний сотворил мир, насадил Эдемский сад, поместил туда Адама и сказал ему, «От всякого дерева ешь». Получается, что на самом первом этапе бытия человека, все содержание его духовно-религиозной жизни, все его служение Творцу заключалось в том, что он ел. И по сути весь вот этот мир дальше он развивался, но мы остаемся, мы это потомки или осколки того же самого Адама. И весь этот мир это вот такой упавший через многие стадии райский сад. И мы здесь, по сути, все, что мы делаем, можно сказать, мы едим каким-то образом, если просто едим, либо мы потребляем какие-то впечатления, смотрим фильмы, все, что с нами происходит, смотрим на природу, все, что с нами происходит, тоже мы как-то извне привносим в себя. И вот это вот, собственно, и есть суть принятия пищи, как афнома, то, что внешнее мы делаем внутренним. На русский можно перевести как усвоение. Усвоение и вот это вот то, чем мы занимаемся, то, что было сказано Адаму. И еще есть такой момент, такая фраза в Иерусалимском Талмуде в конце трактата Кедушин. В будущем человек будет держать ответ на суде за все, что видел глаз его, и он не съел. То есть получается, что в будущем человек, опять проведя все исправление, возвращается в тот же самый райский сад перед лицом Творца, и там ему приходится держать ответ, как он исполнил вот эту изначальную заповедь «от всякого дерева ешь». Имеется в виду, что видел глаз его, у него была возможность это съесть, потом он должен был, понятно, произвести анализ, разрешено это или запрещено. Но в конечном итоге то, что для Адама являлось плодами окружающего, это был окружающий его мир. Для нас вот эти плоды – это все, что нас окружает, и вся наша жизнь. И по сути мы видим, что работа служения Адама в Ганедене, она состояла в исправлении, расщеплении мира. То есть проблема была в том, что на том этапе у него уже было два мира – внешний и внутренний. И то, что он должен был все съесть, это значит, он должен был вобрать внешний мир в себя и таким образом достичь единства. Потому что Творец един, и то, что мы видим какое-то разделение на внешнее и внутреннее, в этом уже есть проблема, которую он должен был исправить. И вот эти два мира, они появляются на всех этапах, куда бы мы ни посмотрели. В частности, когда ребенок, эмбрион, развивается в плоде, даже в матке. Вначале это есть клетка, которая тоже занимается каким-то питанием, она извне полезные элементы привносит внутрь. Но и потом, как оказалось у ребенка, у эмбриона еще, когда развивается какая-то система пищеварения, он начинает заглатывать вот эту околоплодную жидкость. И получается, что его пребывание в матке, оно дает уже будущему человеку ощущение, что есть внешнее и внутреннее, что он не ограничен своим телом. То, что находится за пределами его тела, он должен привнести себя. И в итоге он растет, он ест вот это, то, что находится вокруг него и заполняет все пространство матки. Потом он выходит уже в новый мир, становится человеком, но уже с этим опытом. И он, получается, смотрит на весь окружающий космос, как на одну огромную матку, и все находящееся в ней он хочет съесть. Вот это вот желание получать человеческое, что он хочет всего. Ну и в детях как раз мы это очень хорошо видим, они все тянут в рот, все хотят попробовать. И это, по сути, как инстинкт, обложенный в природу, но по сути это все идет вот из того же изначального от всякого дерева ешь. И мы видим, что в этом есть проблема внешнее и внутреннее, духовное и материальное. И получается, что человек, когда ест, он чужое делает своим, внешнее делает внутренним, он, по сути, материальное делает духовным. Потому что вот лежит передо мной, например, плод, какое-то яблоко, и оно является объектом материального мира, растительной части творения. Когда я его съедаю, оно исчезает. Но на самом деле оно становится мной, и оно исчезает как материальный объект, но оно становится моей энергией, энергией, которой я живу. И если я при этом говорю слова Тора, то оно и становится словами Тора, то есть оно очищается и поднимается на духовный уровень. И в этом, собственно, состоит задача Адама и человека вообще, по большому счету, включить вот эту материю в духовную, поднять уровень всего творения. Но в текстах наших мудрецов мы видим, что не всегда они относились к разным плодам окружающего мира и к тому, что человеку хочется их съесть, хочется их, то есть он видит их красоту и хочет принять себя. В частности, они не видели позитивной ценности в сведении, скажем, материального мира, в обладевании материальным миром, связи с материальным миром. Они делали больше упор на духовность. Правильно я понимаю? Да, на первый взгляд, они делали упор на духовность и видели опасность в очаровании человека материальным миром. Что, например, проявляется в Мишне из трактата Авот 3.7. Раби Шимон говорил, тот, кто, находясь в пути, повторяет слова Тора и отвлекается от этого, восклицая, как прекрасно это дерево, как прекрасно эта пашня, рискует своей жизнью. Играет со смертью, Медхаев Банавшо, подвергает опасности свою душу. Казалось бы, такой нормальный религиозный подход, повторяя слова Торы и не впечатляйся красотой окружающего мира. Но проблема в том, что это противоречит, например, с прямой Аллахой в Шульхан-Арух, Орахаим 226.1. Увидев цветущие деревья в месяце Ниссан, благословляет благословенный Господь Бог наш, властелин мира, в мире которого нет недостатка ни в чем. Он создал прекрасные творения и прекрасные деревья, чтобы ими наслаждались люди. Это в месяце Ниссан. А в остальное время, увидев красивое дерево и другие красоты природы, благословляют Баруха Таашема Лукейну, который создал такое в своем мире. Это прямая Аллаха. То есть человек должен благословлять наслаждение красотой окружающего мира. И как решается эта противоречие? Очень просто. Если мы внимательно перечитаем вот эту Мишну в трактате Авод, то там ключевое слово, что человек повторяет сказанное в Торе и отвлекается от этого. То есть он перестает учить Тору и начинает наслаждаться красотой дерева. Дерево, опять же, это наша тема, плодовые деревья, ганедан и так далее. И получается, здесь проблема в том, что у него есть два мира. У него отделен духовный мир от материального, в то время как его задача наслаждаться красотой дерева, не переставая учить Тору. То есть он должен включить наслаждение красотой дерева в свое изучение Торы, что и на практическом уровне, собственно, и является благословением красоты деревьев. То есть благословение, оно по сути есть слова Торы, которые включают вот это окружающее материальное, то, что меня очаровывает в духовный мир, в мое внутреннее. Ведь на самом деле и дерево, и изучение Торы, оно является раскрытием Всевышнего, потому что весь материальный мир его сотворил Всевышний. Но Тора – это его речь, которой он это сотворил. И получается, что и то, и другое раскрытие, но Тора – это раскрытие Всевышнего более высокого уровня, чем материальные предметы, которые были сотворены речью. Когда я переключаюсь на речь, то есть на изучение Торы, я тоже раскрываю Всевышнего, но только поднимаюсь на более высокий уровень, на его речь. И вот это, собственно, и является задачей человека. И вторая есть, Мишна, в том же трактате Авод 4.16. Раби Яков говорил, этот мир подобен прихожей перед входом в будущий мир. Приведи себя в порядок в прихожей, чтобы ты мог войти в зал. Мы видим опять разделение, разделение на два мира, но на самом деле тут не сказано про два дома, например, что ты должен выйти из одного дома, а войти в другой. Это оба помещения, и прихожая, и зал, это оба помещения одного дома. И пока мы находимся в прихожей, мы не можем до определенного момента войти в зал, но зал залит светом, в прихожей темно, и их разделяет дверь. Мы можем и должны при этом открыть дверь из зала в прихожую для того, чтобы свет, который заливает зал, он наполнил то место, в котором мы находимся. Или же эта дверь уже открыта, да, дарованием Торы для всего человечества, и мы должны в свой конкретный мир, наш там личный, индивидуальный, наших близких, открыть дверь вот эту, подключившись там к ряду дверей, да, которые провели уже до меня, и привнести свет в зал, свет будущего мира, в свой мир для того, чтобы соединить как раз миры. Потому что на самом деле, на самом деле, мир один, нету двух миров, да, и наша задача, то есть, есть, включить то, что нам видится как будничное, включить это в святость. И вот это вот разделение на два мира, потому что Всевышний сотворил одно напротив другого, да, чтобы мы видели, чтобы мы это соединяли, мы видим буквально во всем, в том числе и в календаре. В календаре мы видим, что тоже есть зима и лето, да, какие-то по кругу противоположные как бы сезоны, и тогда получается, ну, сейчас мы вступаем как бы в период весны, который у нас ассоциируется с избавлением, да, с геулой. И таким образом можно, наоборот, сказать, что осень – это когда человек уходит в голод, да, он уходит, по сути, с поля, да, вот это поле, оно является материальной, ну, одним из названий материальной деятельности человека, да, когда человек работает на поле, хоть мы сейчас не работаем на поле, но на самом деле весь наш мир называется полем. Но осенью человек, он отключается от поля, отключается от материального мира и уходит к себе в дом, чтобы передать там, переждать там сезон дождей или зиму, смотря кто в какой полосе живет. То есть это можно уподобить такому уходу в духовное, что человек не работает, у него есть возможность как-то подумать, как-то выйти на связь со Всевышним. И получается, что праздники месяца Тишрей, они являются исправлением духовного, да, подготовкой вот к этой зиме. И они параллельны праздникам вот этим весны, то есть праздник Рошашана, первый праздник месяца Тишрей, он соответствует Тубешвату. Если в Рошашана Адам съел плод, древо познания добра и зла, и он судится за это, то 15-го Швата мы это исправляем. Следующий праздник – это Йом-Кипур, и там как раз он соответствует празднику 15-го Адара, это праздник у Пурима. Во-первых, там и сами слова, Пурим, Кипурим соответствуют потом. В Йом-Кипур человек вообще ничего не ест, постится, а в Пурим, наоборот, там главное – это такая хорошая трапеза с вином. И последний праздник – это Суккот осенью, когда человек фактически уходит в Галут, в свой личный Галут. Он выходит из дома и символически переживает изгнание, он живет в Суке. То последний уже окончательный праздник – это праздник Геуэ, это праздник Песа, когда человек выходит из изгнания. И что характерно, осенние праздники, они вот эти три праздника проходят в один месяц в Тишрей, потому что от материального нужно убегать быстро в духовное. Здесь мы, получается, возвращаемся к праздникам весны, праздникам Геулы. Они разбиты, там между ними расстояние ровно по месяцу. 15-й Швата, через месяц 15-й Адара и через месяц 15-й Ниссан. Это Песах, потому что мы выходим к земле. И тут надо объяснить, почему Геула для нас выход к земле. На самом деле это не так в европейской нашей бывшей христианской традиции, где Спаситель, он приходит, чтобы спасти душу. С точки зрения иудаизма это выглядит совершенно абсурдно, потому что душа не нуждается в спасении. Душа избавлена, она духовна, она связана со Всевышним, она приходит сюда для того, чтобы привести к избавлению тела, привести к избавлению материальное. И вот это является как раз и праздником Песаха, когда евреи выходят из Египта, они должны прийти на землю, на свою землю и заняться там, наконец, земледелием. К чему их так долго готовит Тура и чем они никогда не занимались, когда были скотоводами. И, собственно, все описание последнего уже избавления у пророков в Танахе описывается как цветение земли Израиля. То есть, когда земля Израиля дает плоды, то есть, это уже геула земли. То есть, человек еврей, он должен не только себя, там, все человечество, он должен избавить также и землю. Он должен избавить деревья, он должен привести к геуле деревья, он должен насадить деревья, уподобляясь, опять же, Всевышнему, который сажает в начале книги Берешит деревья в Ганедене. Получается, что они выводят вот эти деревья из изгнания и сажают их в земле Израиля, и она зацветает. И получается, что мы таким образом… А, да, еще если мы спроецируем вот этот год с сутками, в которых тоже есть день, там, как лето и ночь, как зима, то получается, все праздники у нас будут соответствовать временем суток. То есть, можно сказать, что, например, осень – это соответствует праздникам Тишрея, а весна – это соответствует праздникам, осень – соответствует вечеру, закату солнца, а весна, весенний геула соответствует рассвету. Но есть по Аллахе разные этапы рассвета. В Талмуде обсуждаются там разные этапы восхода солнца, чтобы знать, когда нужно читать утренние шма. И выясняется, что есть разные люди, которые в меру своей чувствительности читают шма кто-то раньше, кто-то позже. Значит, есть время, которое называется «нецахама», это когда показывается за горизонтом верхняя часть тела солнца. Но есть люди, которые лучи спасения, лучи вот этого избавления и рассвета, весны, они видят раньше. Это называется «Аелит Ашахар», «Аленица Зари» – это звезда, которая возникает там перед восходом солнца. Это более раннее время, и более такие хасиды, они встают раньше, они более чувствительны к вот этой геуле и начинают молиться раньше. И, соответственно, Песах – это «нецахама», более раннее предчувствие Геулы, «Аелит Ашахар», первая вот эта звезда или последняя звезда перед солнцем – это Пурим. И есть самые чувствительные люди, которые способны уже в глубине Галута, в глубине ночи или зимы разглядеть, прочувствовать первые лучи грядущего избавления. Это в сутках каббалисты, которые встают после полуночи, и после полуночи у них начинается тикун хацот, у них начинается изучение Торы, молитва и так далее. И на кругу года этому времени соответствует уже Тубешват, то есть это когда еще зима, но каббалисты Цфата, которые установили этот праздник, они смогли прочувствовать лучи близкого избавления, и поэтому они приглашают нас всех в это зимнее время к столу, отведать плоды и, соответственно, символически исправить грех Адама Решона и приветствовать весеннее время и время будущего избавления, которое нас в скорости ждет. У меня все. Спасибо. Ой, очень хороший обзор статьи. Мало что я добавлю, но я все-таки, во-первых, хочу, может быть, все-таки несколько вещей добавить, хотя статья очень большая, но главные вещи, конечно, Андрей сказал, тем не менее, просто чтобы добавить, и потом я еще хотела привести, как мы договаривались, стихотворение Рава Губ, которое Рав Шеркель здесь приводил. Ну, во-первых, я хотела сказать, подчеркнуть, конечно, Андрей об этом говорил, что вот эта вот миссия извлечения освещения, материального освещения Земли, она может осуществляться евреями, в особенности евреями, как народом, только когда она находится в своей земле. Поэтому в Галуте большинство, даже крупнейших мадрецов, они не придавали значения материальному, а делали упорно духовно. Об этом Андрей говорит, но, к примеру, Рав приводил здесь известный совершенно пример про Раба Шимона Бар-Рюха, который, выходя из пещеры, первый раз, когда он вышел, во всяком случае, сжигал взором своим людей, которые продолжали махать землю, и говорил, что как же так люди оставляют вечную жизнь и занимаются бренностью. И, казалось бы, могли бы подумать, что Раба Шимон Бар-Рюхай не понимает вот этой величайшей каббалисты по традиции, не понимает этой идеи извлечения святости из материального. На самом деле, конечно, он это понимает, говорит Рав Шеркель, Но в той ситуации, в которой они находились под властью Рима, когда не было собственной государственности, и фактически народ не существовал как национальная единица, люди действительно, они оставляли Фейла. Это их не волновало. Они занимались тем, чтобы выжить. И это было ему горько. Он в самом начале как бы был оппозиционером. Поэтому следует это подчеркнуть, что свою миссию извлечения святости, освящения материального, поднятия материального народ Израиля может выполнить только когда он возвращается на собственную землю. И я даже не знаю, может быть, сначала это сказать. Да, наверное. А потом в конце мы посмотрим это стихотворение, в котором, собственно, Рав Куб говорит о том, что есть разница, что есть различные ситуации. В некоторой ситуации невозможно извлекать вот эту святость из материального, а в другой ситуации – да, возможно. – Там же еще было важно, в каком контексте. – Я сейчас… – Вот этот про Раби Шимона, да, вы скажете. – Что? – Да, контекст, который… – В истории про Раби Шимона, как он попал в пещеру и так далее? – Нет, что там была земля, захваченная римлянами, и поэтому они думали, можно ли возделывать ее в такой ситуации. – Да, 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 да. Потому что, так сказать, в этот момент действительно не было смысла в извлечении, она не реализовывалась. Работа над материальностью сводилась буквально только к материальному, а не к духовному. Она не содержала в себе никакой духовности. – То есть они не могли включить материальное в духовное, когда на земле Израиля не было власти Израиля. – Да. Я еще хотела подчеркнуть, дальше Раб говорит, что проблема с выходом из Египта состоит в том, что там избавление было чудесным. – То есть не было возможности вывести Израиля из Египта, евреев из Египта без чудес. – И это важная мысль, которая Раб подчеркивается в других местах. То, что Бог делает для кого-то чудеса, это вовсе не в заслугу. Это в некотором смысле, когда нет другого выхода. Но на самом деле реальная работа происходит тогда, когда не нужно делать никаких чудес, а вся работа будет делаться людьми, самими людьми. Может быть, как Натанбук любит, мы сейчас посмотрим небольшой отрывок из статьи Равушерки, чтобы было немножко у нас пятиминутка еврита, как иногда говорят, если вы не возражаете. Нет возражений? – Да. – Тогда мы сейчас посмотрим небольшой кусочек на еврейце. – Важно, в наших глазах не меняется законы природы. – Потому что если нужно изменение законов природы, это значит, что с нами что-то не в порядке, с людьми что-то не в порядке. То, что он говорит, а шаак был час или момент очень важный, как выглядит из Египта, это действительно огромное событие, но люди, они не в состоянии сами это событие совершить. Действующие души, они низкие. – Когда свет приходит через сложные проблемы, через все проблемы. – Осущение болот. – Получение права установить какие-то караваны в каком-то поселении. – И то, что были вынуждены мы оставить снагогу в Верихоне древнюю. – Вот это главный смысл в том, что все эти проблемы – это часть избавления. – И мы смогли справиться с ними, и не было никаких законов природы. – Ну, в скобках замечу, что, так сказать, скрытые какие-то чудеса были, но открытых чудес не было. – Семан Четгабарна. – Это значит, что мы справились. – Это вот такая небольшая вставка про, мне кажется, очень важное замечание о том, каким образом, каким путем приходит Гилла. И я еще приведу стихотворение с небольшим комментарием, которое приведу… – Хама пропала. – Да, на Хама вылетела. – Наверное, при попытке. – У нее был слабый интернет, и мы надеемся, что она вернется. Давайте, чтобы заполнить паузу. У меня есть пару слов сказать просто, что мне на одной ноге пришло, но, может быть, до этого кто-то что-то хочет сказать? – Господа, дамы… – Окей, для того, чтобы заполнить паузу, если можно… – Действительно, просто сейчас пришло… – А, ну вот Нехама появилась, тогда я не буду говорить, если она сейчас… – Прошу прощения, у меня совершенно отсоединялась. – Окей, у меня разрешение. – Да, у меня есть разрешение поставить, да? – Я сейчас поставлю стихотворение Рава Кука, который, в принципе, говорит о вот этой работе, об этой миссии поднятия природы. Я привела его в меру своих способностей, конечно. Я не очень высокий поэт, но то, что получилось. Вот здесь у меня есть два текста. Если хотите, я могу прочитать на иврите и переводить. – Я думаю, только не надо читать на иврите, мне так кажется. Потому что, кстати, большинство людей не знает иврита, я боюсь, что это утомит народ. Если мне кажется правильным… Может, я ошибаюсь. Мне кажется, правильно этим курсором, может быть, закрашивая текст… – А можно с ивритом и альтернативное мнение? – А, окей, если народ не против, ради Бога, пожалуйста. – Я просто хочу, для тех, кто не знает иврита, подчеркнуть одну важную особенность здесь. Потому что «ахавая» – это слово, которое я перевожу как «бытие». Не знаю, как переводить. «Реальность», «все сущее» – это имеется в виду. Но я перевожу как «бытие». И здесь есть некоторая сложность. Потому что на иврите «ахавая» женского рода. И возникает некоторый намек тут, когда он говорит «тебе запрещено», «я тебе запрещена». А потом говорит «я тебе разрешена». Есть намек на некоторую разрешенность невесты жениху, к примеру. А кроме этого, давайте будем читать. Я постараюсь… Но длинное, у нас еще есть немного времени. «Те лахеш лисот хавая кула». «Хаим ли еш, как на как, им еш лаха лев, в лев дам, шерал я уш, ло зеумаху». «Я тайна на шоптовет все битие». «Жем есть, возьми, пожалуйста, возьми». Если у тебя есть сердце, и в сердце кровь, и я отчаяния не осквернил его. Раф Ширке здесь объясняет, что в том случае, если человек понимает, что все в мире проистекает от Всевышнего, и у него есть вера и надежда на избавление, то тогда бытие предлагает ему себя. «Возьми меня. Возьми жизнь». Все лежит перед тобой, потому что он понимает, что все проистекает от Всевышнего, все исходит от его желания. И тогда, в такой ситуации, он в состоянии найти святость в мире, в бытие. В том случае, если он закрыт, если он не понимает, что все, что происходит вокруг него, все это божественное слово, все это желание Всевышнего, он тогда воспринимает всю красоту мира как нечто инструментальное, исключительно как нечто материальное. И он не в состоянии избежать святости. Если все нежные звуки природы имеют, вся живая красота – это не величие песни святости, ахзерам эшзара быхай ярыру. В тебя тогда пробудет только поток чуждого огня. Тогда они превращаются в чуждый огонь для тебя. То, что могло бы быть возвышением святости, оно сжигает, оно уничтожает, оно становится чем-то противоположным совершенно. Ведор, якум, вэхай, придет поколение, будущее поколение. Там строчка была «сура», «сура» нет? А, «сура» меня, «сура» меня, «сура» меня, «сура» меня. Тогда отстранись от меня, отстранись тебе запрещено. Но это рефрен, да? А, окей, слегка, да. Да, правильно совершенно я пропустила. Ведор, якум, вэхай, яшир, льёфьё, вэхаин. И будущее поколение придет, воспоет красоту и жизнь. Ведена, бледай, яник, металл, шамаем. И беспредельное упоение впитает из росы небесной, настоящей росы как бы духовной. Умехадар, кармель и шарон, шафат, разы, хавая. И от величия кармели и шарона, откровение, я не знаю, как говорить, шафат будет испускать, отдавать тебе. И шарки здесь объясняют, что здесь наблюдается некая динамика. Он объясняет, что кармель – это нечто серединное, это нечто промежуточное всюду. Гора кармеля – это между сушей и морем. Когда говорится про пшеничные зерна кармель, скорее упоминается, что они тоже запечены в песах, это огел поджаренный, но еще не запеченный. То, что тоже нечто среднее. И много других таких ситуаций. То есть кармель – это некоторый… Крамелит, например, да, это то, что не частное владение и не общественное. И это некоторое промежуточное состояние между будничным и святым. Но это некоторый путь уже к святости. А шарон – это уже способность к шире, к воспеванию святости. То есть это путь от будних святостей, которые, когда, в том случае, если от величия Кармелии и Шарона эти откровения «Таин бытия» услышат у живого народа, когда народ становится способным услышать вот это вот откровение. И нежность поэзии и красота жизни наполнится светом святости. То есть все материальности мира, он видит в нем святость. Не говоря уже там… Имеется в виду не только это, имеется в виду культура, искусство. И все это приобретет возможность подниматься на уровень святости, освящаться. И хаваякула ло тедувэл… Уже тут будет даже не лахешно, это я сама как-то замечаю, не говорю, что здесь тедувэл… Она ему скажет уже громко, а не шепотом. «Бехири ренили хамутерис» – избранник мой тебе разрешено. То есть мне кажется, это очень существенное такое стихотворение, то есть Рав Шерки приводит его к описанию процесса перехода из состояния до лута, в котором у нас нет возможности к освещению материального, и материальное только засасывает человека, утаскивает его вниз, если он начинает этим заниматься без веры, без оптимизма, надежды на избавление. Но в будущем, в следующем поколении, постепенно проявляется способность к освещению материальности, и, слава Богу, мы достойны увидеть это в нашей… Мне кажется… Потряс! Потряс! Ура! А где бурные аплодисменты в зале, вообще говоря? Да, спасибо, Нахама. Прекрасный перевод и отличное дополнение – это как раз вот то, чего хватало. Окей. Очень классно. Еще раз… Еще можно разместить вот этот текст, Нахама, в какой-нибудь чат, хотелось бы перечитать. Я могу поставить, например, если вы туда приходите к Натану Котлеру, он там Парао Куку проводит. Я думаю, в 70 поставить, я думаю, это правильно как бы. Я могу в 70-х тоже поставить. Да, окей. Вообще говоря, он просто вообще собирает на этом сайте своем, Натан. Он и сам переводит много Рава Куку, и все существующие переводы, которые мы делали раньше, у него там есть. В общем, когда у меня возникает какой-то кусок переведенный из Рава Куку, я ему посылаю, и он там ставит. Есть специальный сайт… Есть специальный сайт… Я же говорите? Это же Натан Котлер. Да, есть специальный сайт, который ведет действительно Натан. Я его технически поддерживаю. Пожалуйста, могу прислать ссылку, вы можете его посмотреть. Нет, но я с Натаном всегда, я до этого всегда Натану просто посылала. Бывает у меня для каких-то уроков я готова переводы Рава Куку или где-то встречалась с переводами Рава Куку, которые у него не были. Я всегда его посылала. Окей. Ладно. Если никто пока не созрел, я хотел буквально два слова сказать. На одной ноге то, что мне пришло, может быть, гораздо более материальное, но то, что мне пришло в голову. Я не знаю, такой вопрос на засыпку. Вот из присутствующих кто-нибудь бывал в музее, по-моему, это называется еврейская история, не музей евреев, в Польше, в Варшаве? Нет, никто не был? Окей. На самом деле фантастическое место, совершенно там вложили какие-то дикие совершенно деньги. Когда туда входишь, то тамшина потрясающая такая презентация, сделана великолепно. Огромные несколько таких плат стеклянных, которые стоят вот так, и по ним пробегает олень и такая дубрава. Вот. И к чему я это говорю? Что приходят на ум слова, по-моему, Агнона, по-моему, Небольшей Вильзингер. Если я что-то ошибаюсь, как бы уточните. Вообще есть такое, ну, не знаю, пируш, но бытовало мнение. Полин, поланья, да? По-ланья. Что значит поланья? Что там обитал, ночевал Всевышний. И как бы, как это говорится, что евреи настолько любили Польшу, и вот к чему я говорил про этот музей, что эти дубравы, это все, это польская вообще, ну вот да, восточноевропейская нежность, эти леса, и пятое-десятое, все. И это настолько как бы заполняло душой, и хасидизм, и все, и Большой выходил туда в леса молиться. Ну, как бы все с этим связано. То есть природа настолько поддерживала, и как бы стремилась к мистическому, и пятое-десятое, и все. Это я все говорю, для чего? Это с одной стороны. А с другой стороны, мы знаем, чем это кончились. Да? Кончились совершенно непостижимым убийством евреев в этих самых лесах, которые они так любили. Да? В той самой стране, про которую они говорили, что здесь вообще чуть ли не Всевышний проживает. Такая здесь красота и такой кайф. Да? И кончилось совершенно непостижимое уничтожение народа в этих самых лесах. А теперь с другой стороны, да? В земле Израиля, куда приехали, которая была пустынная, болотная, которая вообще не была похожа, были в полном ужасе вообще. Она была совершенно не похожа ни на какую красоту, которая была в Восточной Европе. С помощью, вот теперь, да, я чисто это самое, с помощью. Я в нашем сайте, там, в нашем чате написал ссылку на русскую часть сайта КРНК Емит. Да? Это же как бы фантастическая вещь. Я не знаю, существует Ахверея. Существует что-то похожее как бы в современной истории. Когда народ возвращается на землю, турки свели практически все леса, это известно, на строительство железных дорог. И даже видно, если как бы вот есть карта, да, зеленая черта, зеленая черта, то, что называется, зеленая черта. Да, вот здесь как бы кончаются те посадки, которые были сделаны. Это что-то фантастическое. То есть, насколько эта земля, она приняла евреев, и насколько евреи, насколько евреи смогли пройти здесь. И насколько, то есть, как бы, заканчиваю резюме такое. То, что на внешний взгляд, да, настолько кайф и приятное, и до сих пор мы все балдеют, да, которые приближают в вторую восточную Европу. Насколько это может оказаться чудовищной, как бы, ловушкой западной для жизни. И насколько пустынное, безжизненное, когда это, тем не менее, предназначенное и правильное, насколько это может рассвесть. Да, и вот это вот соединение, соединение евреев с землей Израиля, оно действительно непостижимое. И опять же, я не расист, ни на кого не хочу, но если вы бывали в Израиле и проезжаете, да, то вы проезжаете мимо, как бы, арабских этих самых, там, поселений 5-10, которые на наших глазах, там тоже многоэтажные дома. Что-то чудовищное, там вообще никакой зелени нет, просто вообще ничего нет. А Израиль светет. Слава Богу. Все, это то, что я хочу сказать. Я хотела добавить еще. Мне понравилось, там интересно, Шерке интересное, как бы сказать, уподобление сделал, когда он говорил, Андрей рассказывал про разные виды плодов. И плоды, которые соответствуют миру Осия, нашему миру, да, они как бы находятся в кожуре. Кожура, которая, клепа, которая защищает его, с другой стороны, она несъедобная. И она не, не нужно ее снять для того, чтобы съесть плоды. Ну, где тоже говорится, скажем, про Раби Мейра, что он учился у Ахэра, у человека, который дошел от иудаизма, несмотря на то, что раньше был большим раввином. И вот как он мог у нее учиться, он кожуру выбросил, а мякоть съел. То есть он выбрал только позитивное. А что на основе, все лишнее он убрал. Но Раб Шерке говорит, потрясающую вещь там. Хорошо, если есть нужное. Но гораздо более высокий уровень, это если мы из этой кожуры сварим варенье. И тогда получится еще более изысканное кушанье, чем сам Бог. И это очень глубокая мысль, что на самом деле все в этом мире включает жену. Она тоже предназначена для реализации. Ничего в мире нет такого, что нужно выбросить. Просто есть вещи, которые очень трудны для того, чтобы их осветить. Но несмотря на эти трудности, если мы окажемся способными это сделать, то тогда получается гораздо более высокий продукт. Насколько я понимаю, вот эти идеи, чтобы поднять абсолютно все, даже из кожуры сварить варенье, они появились совершенно недавно только у Рава Кука. Это как раз признак уже того, что пришла Геула. Смотри, Андрей, это были идеи и Шарта Цви, и франкистов. Но они в Галуте привели к полному падению постепенно. Они специально занимались развратом, чтобы потом его поднять. Это невыслимые такие вещи. То есть в Галуте вещи не видятся в параллельную перспективу. Поэтому, в общем, многие люди боялись идеи Рава Кука, потому что боялись, что это может, так сказать… Потому что они опасны, действительно. Когда человек говорит, вот я сейчас займусь развратом, чтобы его осветить, это уже выходит за все рамки. Часто такое направление у людей не скатывается. Тем не менее, другого пути нет, но я не имею в виду разврата. То, что даже самые грубые элементы материя должны быть подняты. Это длинный процесс непростой, конечно. Я вот не знаю, Андрей, я сейчас скажу два слова. Если это повторяет то, что ты сказал, потому что мне надо было на секунду отвлечься, то скажи, я прервусь. Я читал тоже в этой книжке про Тубишват Рава Шерке. И то, что мне запомнилось очень сильно, невозможно отстраниться от ощущения, что вот это вот главное, одна из двух главных, из двух главных как бы физических потребностей человека или действий для того, чтобы продолжать вокруг человеческий рот, прежде всего, как бы еда, весь Ганедан связан с едой. Первая запись, которая первая заповедь, которую получил Адам, это сказано, ешь. В чем эта запись, это первая запись, это первая заповедь, заповедь обязующая, то есть положительная. От всех садов сада ешь. Не сказано, думай, рассуждая о жизни, занимайся философией, не знаю, освещай этот мир. Все сказано, ешь просто по-простому, ешь, кушай. Вот это самое главное, что нужно делать по жизни. А второе, второе тоже потрясающее, что единственная запрещающая запись, она тоже связана с едой, а от этого не ешь, то есть все связано с едой. Вот это фантастическая вещь. Меня это как бы дико-дико поразило, да, что вот это вот связано как бы с едой. Я сейчас в скобках скажу, не хочу вводить туда наше обсуждение, мне с ним в голову пришла эта идея, она может бредовая, совершенно не знаю. Есть еще вторая функция физиологическая, да, человеческая, это интимное отношение, продолжение рода то, что называется. Странно, что с этим не связан никакой броход. Ни до этого, ни после этого. И, тем не менее, это тоже связано с Ганедденом. Потому что это тоже, то есть, вот это вот для меня какая-то, это у нас как бы не связано сейчас с едой, пятое действие, да, то бешват. Но, по-моему, это какая-то загадка, на которую я лично не знаю ответа. Это тоже связано как-то с Ганедденом. На это есть какие-то ответы, я сейчас забыла. Но вопрос, конечно, ты не первый задаешь. Есть такой вопрос. Я что-то сейчас не могу вспомнить. Если хочешь, я могу поискать. Да, это интересно. Почему на это не говорят богусловители? Ну да, смотри, на все есть, на туалет. Есть еще другие многие вещи, которые не говорят богусловители. Почему на посещение туалета есть? На посещение туалета есть? Это после. Почему человек, когда имеет отношение с женой, ни до, ни после, он ничего не говорит? Я тебе серьезно говорю. Я про это читала. Просто там, во-первых, приводятся примеры в ответе, что есть еще много вещей, на которых заповедь, и на них благословения не говорятся. Есть. Окей, но это, видимо, в следующий раз для того, чтобы это промо для следующего занятия. Окей. Но на самом деле, конечно, во-первых, правший артитут утверждает, что еда в Ганеддене, как Андрей говорил, это прототип всех действий по усвоению этого мира. Ну, наши мудроцы, конечно, они говорили, что это еще и намек на сексуальные отношения. Есть несколько уровней сексуальных отношений, и, соответственно, есть несколько слов различных, которыми они называются. В одной из них это ахилла. Ладно. Ну, это так все. Окей. Беседр Гамур. Это промо для следующего занятия, по-видимому. Давайте я вам попробую ответить на вашу проблему. Можно? Меня слышно? Ну, да. Если вы в качестве справочника-ответчика, то да. Окей. Нет, не справочник, а просто идея. Я смеюсь, я смеюсь. Я смеюсь, я смеюсь. Слушаем. Да. Дело в том, что, выполняя заповедь про рву, еще не известно, родится ребенок или нет. Поэтому будет богословельная батала, и это очень жалко. Понимаете? То есть, родиться и размножаться, это все очень хорошо, но когда родится ребенок, когда нет, вот это нам не дано знать. В этом сам Всевышний участвует. Понимаете? Ну, браха может быть не только на рождение. По крайней мере, родиться и размножаться, извините, ей заповедь. На удовольствие, я уже не знаю. Почему нет? Здесь как бы это не касается удовольствия, она касается прорву. Нет, почему? На запахе есть. Она не касается того, что наслаждайтесь. На запахе есть. То есть, не на запахе, а на самим есть, и на кучу вещей есть, на наслаждение есть. На самим есть, ты их чувствуешь, ты ими наслаждаешься. Это заповедь наслаждаться, так же, как деревья, да? Когда мы говорим про губ. Ну, лучший вопрос есть. Нет. А здесь речь идет не о наслаждении, как самой заповеди, а заповедь именно про рву. Наслаждение – это некая сопровождающая, так сказать, часть. Окей. Я согласен. Я согласен. Но это не отбито сто процентов. Мне кажется, что это не отбито сто процентов. Это попытка. Попытка. Да, окей. Я тоже про это думал. Я тоже продумал. Кстати говоря, может быть, меня поправят женщины. Я, например, тоже подумал, когда у женщины рождается ребенок. Правильно? Тоже ведь не говорят браху? Не говорят браху? Да. Это тоже странно. Шейхи Яну. Окей. Я не знаю. Вот это я не знаю, что… Но, Эмилия, я понимаю, что вы не знаете. Я тоже как бы не знаю. Нет. Ну, допустим, как рождается еще неизвестно. А вот на восьмой день, когда происходит брит-мила, допустим, для мальчика, это уже обосновляется. Окей. А вот насчет девочки я не знаю. Нет, нет. Нету Шейхи Яну даже. Есть такое благословение на новый плод. Да, когда я новый плод в сезоне ем, я смотрю благословение Шейхи Яну. Да, это… Не ботинки. Ботинки нет. Новое пальто. Я должна говорить Шейхи Яну. Родила ребенка. Почему ей надо говорить Шейхи Яну? Ну, в том-то и дело. Вроде младенец не хуже ботинка, так грубо говоря, но… Но ботинок не говорят. С девочками есть проблема. Надо разобраться. Почему, когда девочка не притмила ничего, и вот она как бы только через муж, она, так сказать, освещается, а вот сама по себе это действительно дискриминация какая-то. Нет. Ну, это уже другой вопрос совсем. Совсем другой. Окей, ну хорошо. То есть на Брит-Нелла тоже не говорят никаких особых благословений на мальчиках. Говорят на то, что… Это как бы благословение, когда он уже вступил в Брит, это есть его благословение, то есть что он приобщился и должен приобщиться к Тареи и к Завету Абрама. Да. Окей. Да. Масим Туин – это всем говорят, и мальчикам. А вот с девочкой действительно почему-то нет. С девочкой прокол. Окей. Ну хорошо. Может быть, они достаточно хорошие, и все автоматически в суд заходят без всяких этих самых. Ну хорошо. Ну хорошо, господа и дамы, кто-то что-то с едой вроде едят, все по жизни, нет? Кто-то что-то хочет сказать, нет? Ну… Насчет еды я могу сказать, что когда… То есть ваш драж вполне промочен, но в принципе, если следить за текстом, то речь идет не о том, чтобы заповедь ешь, а заповедь о том… То есть предложение говорит о том, что ты можешь есть со всего, да, а вот с этого нельзя. То есть то, что вы сказали, но здесь именно как бы делается упор на то, что ты как бы сам по себе ешь все подряд, да, да, то есть это сказано для запрета, что вот именно этого ты не можешь есть. Поэтому это как бы входит в часть предложения запрета, да, то есть что вот… а не сама по себе заповедь. То есть есть вещи естественные вот насчет еды, и все едят, и тут как бы, кстати, настолько как бы естественная необходимость, на которую как бы человек не требуется его. Другое дело, что есть и как есть – это да. А вот то, что необходимо есть для поддержания жизни, тут как бы это некая такая естественная необходимость. Здесь как бы инстинкт общий. Что и у животных, что и… Это не наш драшик, насколько я знаю, Зоар, да, что в заповеди «От всякого дерева ешь» заключались все последующие 248 заповедей Асэ, а в заповеди «Не ешь от дерева знания добра и зла» заключались все 365 заповедей Асэ. Да, может быть, да. В этом есть какой-то смысл. Ну, это драш, вы понимаете. Конечно, вы можете по простому смыслу понять это и не как заповедь. Ну, это потому что 248 и 365 – это все органы наши, так сказать, и жилы, и всякое такое. И это как бы то, что дает им жизнь, да. То есть это правильное питание – это снова, так сказать, существование. Понятно. Окей. Окей. Ну, хорошо. Если больше никто не хочет выступать, то тогда пойдем мы приближаемся к окончанию нашего занятия. Я хотел сказать, что была идея такая, идея о том, чтобы проводить занятия как бы в форме, которая подразумевает больше приближение к тексту. То есть, может быть, не читать иврит, но, во всяком случае, больше закапываться в первоисточник, да, и разбирать отдельные слова. Опять же, не урок иврита, но, может быть, даже иметь иврит, как было сегодня, например, с стихотворением песни Рафуха, которую Нахама перевела. Я подчеркиваю, не читать на иврите, если это мешает людям. Но, тем не менее, тем не менее, держаться близко к тексту. Идея была начать, что это будет параллельно к хевруте 70, где разбираются недельные разделы. Здесь сделать хевруты, которые будут заниматься праздниками и идти по книге Рава Шерке. Называется Беод Моэд, типа, всему свое время. Ну, во всяком случае, она связана праздниками. Каждый раздел – праздник. Соответственно, Тубишват мы разобрали. К следующему празднику, какой у нас следующий праздник? Пури. Можно начать, как бы, вот, Пури. Может быть, не все, может быть, какие-то отдельные заранее приготовленные абзацы. Пожалуйста, если у кого-то есть соображения, чтение на иврите не мешает. Окей, Сабаба, Садаргамур. Кому-то, да, во всяком случае, большее приближение к тексту для того, чтобы не только, я говорю, не только фронтальные лекции и не только, как бы, общее объяснение, а закапывание в текст и стараться близко к первоисточнику. Мне напомнили вопрос, который… Понятно, отвлекать не могу. Окей, Садар, можно, я говорю… Задать Мехами, можно? Да, пожалуйста, Эмит. Вы мне напомнили вопрос, который я, как бы, захотел задать Мехами и пропустил. Вот про Рафшерки, то, что он говорит, значит, что вот, да, все будет освещаться и не будет ничего выбраться, но это все понятно, это как в Шабабе, в общем-то. Вот, но меня интересует при всех этих, ну, то есть это такой, как бы, хидуш, хидуш, но что Рафшерки говорит о том, как это может быть, то есть ближайшая какая-то попытка реализации, то есть или у Рафкука, или у кого-то. Вот, потому что мне кажется, что это следует, то есть в таком простом, как бы, виде это не может быть, то есть из этого следует, что необходимо осваивать всю человеческую культуру, чтобы суметь разобраться в этом и суметь, так сказать, решить такую проблему. Вот, говорит об этом кто-то или говорит об этом Рафшерки или Рафкука? Это надо посмотреть, это сложная проблема, на самом деле, очень, и тут мы всегда ходим по краю пропасти в некотором смысле, чтобы тебя не засосало материально, а с другой стороны, что теперь, тем не менее, нужно его как-то потихоньку осваивать. Ну, это проблема, я думаю, что она не очевидна, в теоретическом плане как бы она сформулирована, а в практическом мы всегда… Даже ирония такая есть, что вот это расцифровывает культура культора, то есть «бчи тору» и вот тебе вся культура, знаете, а тут надо выходить за рамки. Ну, как мы видели, Раф Кук видел, что требования к человеку, который пытается, так сказать, поднять и осветить всё материальное, в том числе и культуру тоже, это требования очень высокие человека, который осознаёт, насколько всё мироздание и всё, что вокруг него, это отражает желание Всевышнего, отражает желание Творца. Да. Но если ты… Ну, жить в таком… Подумайте, жить в таком постоянном осознании – это могут только величайшие люди. И народ, когда он поднимется… Ну, когда это надо начинать, это же… Это всё лежит на человеке, как он говорит Раф Шерке, то есть здесь это в руках человека, а не Всевышний. Здесь не чудо должно быть. Здесь… Да, да, совершенно верно, да. Ну, вот мы как бы не знаем, в каком этапе… Давайте у нас… Слиха, у нас осталось… Эмиль, я дико извиняюсь, у нас осталось очень немного времени перед следующим уроком. Нет, секундочку, просто есть ещё одна поднятая рука, давайте посмотрим… А, ладно. Натан, если мало времени, то ничего не принесли. Не-не-не-не, всё, дорогой. Пять минут есть. Для всех будет время, просто как бы окей. Пять минут есть, я думаю. Да. Мейер, кстати, Мейер… Слиха, прости, Гриш, Мейер вернулся, всё нормально, в 8 часов должна быть лекция. Да, мы тебя слушаем. Я вот сейчас подумал вот о чём, что привнести святость во что-то мы можем только в том случае, если мы, так сказать, этим чем-то владеем, если мы его контролируем. Ну вот, допустим, яблоко, мы его можем съесть, дерево там мы можем посадить. А по мере развития человечества становится всё больше таких областей, предметов, видов деятельности, в которых, в общем-то, разбираются только специалисты. Вряд ли я могу внести святость в компьютер или в какую-нибудь ещё там информационную технологию. То есть вот в этом есть определённая проблема, правда? И… Нет, как раз компьютер очень легко внести святость. Вот мы изучаем татуру по компьютеру, мы его освещаем, включаем в святость. Ну хорошо, может быть, не очень удачный пример, согласен. Между прочим, я не уверена, что это правильная формулировка – внести святость. Может быть, открыть святость, осветить это… Ну вообще нет, в Раву Шерке формулировку «внести нечто в святость», на Кадеш, осветить, сделать святым. Вне святость, да. Да, но тут есть несколько разных подходов, может быть, у Раву Шерке я это и не видела, но неважно. Смотрите, вы, специалисты, есть, по крайней мере, Бар-Иландский университет, в Бридском университете тоже есть соответствующие кафедры. Я не знаю, что в Ариэле. То есть есть Равы, которые, в общем-то, занимаются и философией, и другими всякими властянами знаниями, но оттуда это пока не выходит никак. Ну постепенно, не все быстро. Окей, Гриш, ты нам сам рассказывал про Иерусалим, мы общались по Зуму. Послушай, ну я не знаю, Иерусалим – святой город, Гриша – замечательный человек. По-моему, все как бы укладывается в рамку, нет? Браво, Финзума. Окей. Лизамзэм. Лизамзэм на иврите – это, знаешь, так чирикать, скажем так. Окей. Лизамзэмим. Вы позвольте маленькое совершенно замечание, что как бы вот святость-несвятость, поднятие-неподнятие, может быть, это зависит все-таки от намерений изначального? Совершенно зависит. Вот я думаю, намерение тут играет главную роль. И там уже будем разбираться. Будет подниматься, опускаться. Мне кажется, важно задаться правильной целью. Человек все ест, потому что ему Ашем сказал – от всякого дерева ешь. При этом у него самого есть желание съесть. Но вот когда он ест по своему желанию, он ничего не привносит святость. Он должен морально исправиться, он должен стать святым. Потому что только святой может все внести святость. И вот этот вопрос, который в Иерусалимском Талмуде задается, что держать ответ за все, что видели, глаза не съел. По сути, Равшерки говорит этот вопрос – стал ли ты святым? Потому что только святой может съесть все. А святой – это значит как раз исправление всего человека, исправление намерения. Прекрасно на этой оптимистической ноте можно закончить. Да, мы на этой заканчиваем. Восемь часов и десять минут. Вам спасибо. Было очень приятно, что вы здесь все были. Оставайтесь с нами. Мы плавно переходим к занятию Миры Ревина по устной теории. Это, как всегда, будет захватывающе, как предполагается. Всем спасибо. Всем счастливо, пока. Таня написала – атом нейтрален. Ну, хорошо. Оставим это как начало потерь для следующего занятия. Окей.